Привет! Сегодня у нас 4 июля 2020 года, соответственно, да? Мы завтракаем. Покажу вам маленько, что у нас сегодня на завтрак приготовлено. Скажите всем привет! Привет! Макароны с мясом. Это дед опять у нас варганил сегодня, да? Да, дед сварил сегодня с утра пораньше. Макароны с мясом и колбасный подлив. Вот, молоком запиваем. Вот такой сегодня завтрак. Фима, ну что, будем макарон-то есть? Да? Ну давай, сейчас налажу тебе. Вот так начинается у нас день. Будем завтракать. Так, ребята, поели, дед поел. Сейчас все уберу, буду сама есть. У нас все за стол-то не влазят, много народу. Так, сейчас сыр достала. Самоделла. Ну. Самодельный сыр. Объедение. Мягонький такой. Получается, 14 мая мы его делали. Это ему уже полтора месяца. Задержка большая уже. Ну, такой вот он, рыженький. Пошли управляться. Опил везут. Всей компанией. Привет, Мартуша. Привет, привет, скажи. Вон, как у нее сегодня подсыпали. Да сейчас идем, будем тебя доить. Тебе сегодня даже опилы подсыпали, да? О, это как хорошо. О, это как хорошо. Кушать хочет Байкал. Байкал хочет кусять, что ли? Ну, привет. Привет, моя хорошая. Мама. Смотри, давай. Мама. Систи, как у меня газубец. А, как ты гладишь беляша снять? Беляшу попали. А, у него чистить надо. А можно, мама? А тебе зачем там толпа, да ему? А? Зачем толпу-то туда целую? А тут мы браемся. Как я селёв. Не, поди, не, поди. Поди, ты постой пока, подожди. А то он убежит, у нас. Он и так боится, видишь? Стесняется. Давай. Клопат, где? Дискотека, походу. Дискотека началась. Прыгает. Так, корову мы подоели. Сегодня она что-то у нас плохо стояла. Корм отказалась есть. Ну, кто её знает. Может, тут у неё две недели стельности, получается. Бывают у них токсикозы такие, что они от еды могут отказываться вдруг. Потом снова едят. Ну, в общем, что-то она сегодня не домогает у нас. Поэтому даже, по-моему, молока на литр меньше тала. Вот. Ну, бывает. Что вы тут делаете? Шланг ремонтируете? Нет, тут он разошёлся. Туда-сюда его. Даже пилой. А что он немножечко... Привет, утки! Вас уже вымоли? Матвей их полностью обслуживает у нас. Пол им моет, еду носит. Да, скоро нестись начнут. Открывай. Ой, ой, ой. Всё, теперь не будет капать. Потихоньку. Ремонтируем, да? Так. Ну что, пошли Борю кормить, да? Да? Пошлите. Смотрите, уже смороденька-то готовая. У нас надо будет её это... Скоро уже оббирать. А ты видел, Фадей, малина уже? Тоже Ефимка. Ефимка уже ел, да? Вот она уже хорошая. Это мелкая у нас малина, но она очень ароматная. Вот её, если с крупной делать, крупные же ремонтантные вот эти сорта, они не такие ароматные. А вот эта она прям такая настоящая. Как дикая. Вот. Ну, пойдём. Сейчас ещё вам покажу, какая красная-то смородина уже тоже большая. Красная стоит. Большая, говорю, зрелая, надо сказать. Полузрелая. Видите, какая красота. Много ягодок нынче. Крыжовник тут тоже. Вот он ещё такой маленький вкус. Ну вот он весь. Много нынче крыжовника, не знаю. Кто будем делать, наверное. Есть у меня кабачки на этой гряде, не выжили всё-таки. Ну ладно, что. Пусть она стоит. Мы её как бы как компостную кучу сделали из навоза. Но, видимо, мало земли положили и всё-таки не у меня. Здесь плохо себя чувствует. Горят, видимо, корешки в навозе. Чё не перегоревшим. Привет, ребята. Привет, мои пастелилята. Сейчас вас кушать, да? Да? Да, да, да. Ну не толкайтесь. Ты не открывай, они улетят у тебя. Сейчас им папа даст. Так. Бережи. Давайте. О, у них чистить уже надо тоже. Травы-то накидываем. А, ты тех курочек сначала. Пока я зайду, дай, посмотрю тех, кто. Я их давно не видела. Трава шеечки, какие-то белые. Вот они. Вот они беленькие. Главное, у них рыжие перышки ещё какие-то. О, какие вы интересные. Как будто помесные. Почему-то рыжие и чёрные, главное, перья. О, вот так вот. Интересные волосики такие. Ну, что, ребятки? Как вы поживаете-то? Тут у нас и мальчики, и девочки. А здесь у нас фаверольки. И серебристые, адлерская серебристая. А то у этих-то фаверолек, смотри, хвостики-то, нормально, они выщипанные. Они тоже выщипаны. Почему у фавероли всегда хвосты выщипывают? У других кур не выщипывают, а у фавероли выщипывают. Здесь вот совсем выщипали, так мы их отдельно отсадили. Две инвалидки, так сказать, больные. Лечебницы сидят. Больница у них тут, ну. Ой. Ну что, индика мочь осталась? Да, отсюда же. Ой. Ох ты, какой красавчик, да? Надулся, как шарик. И еще один. И вон там еще четыре мальчика у нас, а эти все девочки. Да. Дук-дук-дук-дук. Хе-хе-хе. Так. Давайте, папа вам кушать дашь. А это что, челябинские или это кольцовские? Какой-то крупный. А, кольцовский. Какой вкус. Это кольцовский такой гранулы? Вкусно. Очень вкусно. Ну ладно. Пойдем к свинье сходим еще. Так, сейчас еще заглянем к петушкам. Тут у нас петушки сидят. Ну, вон они. Галашики. Адлерские наши, которые выводили мы. Че ты их боишься? Они у тебя выпадут, давай. О, давайте, ешьте. Еще раз, папа. У нас сейчас установлены ниппельные поилочки. Вот такие вот у них системы. На три буквально сосочка. Ну, им хватает на такую компашку. Вот. У них установили. И у несушек. Сейчас вам покажу. Тоже сделали ниппельную вот эту системку. Ну, и курочка. Яйца уже. Вон яичко. И там вон яичко. Два яйца. Вот тоже поставили у них. Вроде бы ничего пьют. Вот у них вот отсюда идет, правда. Ведро так подвешили на бедное. Изогнулась. Привет, Боря. Привет, Боря. Да, сейчас ты тоже кушать будешь. Боря. Так. И вас будут кормить. Вы уже большие какие, да? Вы уже большие стали. Надо вас тоже уже расселять. Петушков-то. Вон сколько петушков-то убирать надо отсюда петушков. Курочек оставлять. Да. Сейчас, Боря, папа там докормит куры. Будет тебе давать корм. Да. Да. Все прям. Угу. В комбикорм еще подмешиваем мясокосную муку и мелом оленько добавляем. Вот. Чтобы они у нас хорошо не слись. Угу. 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 Идите водичку пейте, сейчас корму вам дадим. Угу. Побежали, побежали. Голодные куры. Угу. Ешьте, я уже крою. Угу. Угу. Да, Зайс, тебя уберем. Вот ему еды тогда и уже он мечется, уже есть хочет, бедняга. У-у-у, Борик, вкусняшки. Это мы ему сыворотку наладили. Я вчера сыр делала, вот сыворотка осталась, он с удовольствием, там комбикорм растворяем в этой сыворотке, булочки там какие старые стали, ему скидываем все отходы и он ест, он эту сыворотку любит, вообще свиньи на сыворотке так-то хорошо должны расти, вот поэтому у нас, ах ты, что ж ты делаешь, ты не переворачивай, а то есть нечего будет. Вот так вот кушаем. Наконец-то мы сделали водопровод до конюшни, вот так вот он у нас идет, вот тут вот все прикрепили и там вот уходит он, опа, вон тот он Еврокуб белый бак. Там питьевую воду набираем для скотины, вот, ой, как с этого Евробака, конечно, переходы все делали, кое-как, на то, чтобы на обычный шланг вывезти это все дело. Ну ладно, сейчас вот такой кранчик висит и набираем воду, если бы надо. Ты посмотри колорадского жука сразу. Нету? Ну ладно. Анна пошла молоко цедить, а будем дальше думать, что делать. Афима у нас сыграет, лежит, изучает животных на телефончике своем. Бабушка, ты чем занималась, пока мне не было? Я тесто поставила на пирожки. Рассказать, как ставить-то, нет? Не надо, это мы на другом канале сделаем. Вот фарш достала. Чем пироги-то будут, говоришь? Будут с капустой и с мясом. Дети любят очень с капустой пирожки. Вот это фарш оттаивает, поставила. И тесто дрожжевое, да? Да. А у меня тут сыр стоит в соли, вымачивается. Вот, ну это качет-то у меня. А чем там у нас папка занимается? Папка у нас тут перебирает. Овощи достал из погреба. Они уже, ну надо перебирать, уже растет картошка, морковка подгнивает. Вот, сейчас переберет, я морковку буду, это самое, перечищу. И опять, да нет, тереть мы не будем. Просто перечищу ее, положу в пакетах в холодильник, в ящик. И она долго так хранится. Да, хватит до следующего урожая моркови, что много у нас. Вот. Пошла я, друзья, сейчас буду ковер очередной стирать. Вот, у нас скоро день рождения у бабушки. 11 июля. Кстати говоря, сегодня день рождения у моей тети, тети Нади. Так что ее, если будет смотреть с днем рождения, поздравляем. Здоровья ей желаем. Крепкого. Успехов во всем. Вот. И, в общем, ковры нам надо перестирать до ее дня рождения. Потому что все равно, наверное, хотя бы, ну, раз такая ситуация сейчас с вирусом, то гостей не приглашаем. Вот. У нас, тем более, в городе особо повышенная сейчас заболеваемость идет этим ковидом. Вот. И стараемся, в общем, гостей не приглашать, даже на такие праздники, как дни рождения. Но своей семьей, а нас много, все равно надо будет отметить. И вот хотим в беседочке в нашей поставить стол, шашлычки попечь. Вот. А у нас тут пока, ну, белье сушится. Так-то, в принципе, убрали все. Но тут ребятишки, конечно, все раскидали опять. И еще и лежат в уголке там ковры. Наверное, штуки три. Так что буду сейчас достировать. Вот. Мыло пойду сейчас принесу и буду стирать. Еще надо же решать, а ветки изрезать нам все-нибудь. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Это что за кошка бегает? Мяу. А? Что за кошка бегает? Она бегает за собакой. Кошка за собакой? 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 И с дотказаную. Понятно. А вот мы нахожу. Мяу. Эту воду не пей. Это ковер стирали. Она грязная с мылом. Вот, все. Ковер достирали, друзья. Мы сейчас пошли соберем землянику и Викторию. сначала начну здесь в тепличке землянику мою соберу пока еще не очень разжарила в теплице начну с нее покажем сколько у нас получится да Фимка? ах ты же сейчас улетишь ладно будем собирать в принципе мне нравится земляника в теплице может быть она не так плодоносит хорошо в теплице может быть она бы опылялась лучше на улице больше урожая бы давала но опять у нас земляника это начинается с ранней весны когда еще никто не мечтать не может земляники а у нас уже первые ягодки начинают спеть и когда уже снег лежит она у нас здесь в теплице все еще продолжает может быть в круговой она урожай дает по сумме такой же как на улице если бы она была за весь год она такая хорошая крупная у нас тут земляника я не помню там баронца лимахер садила я много каких-то сортов садила опять вот даже какие-то желтенькие вот эти ягодки вот смотрите какая желтоплодная вот такая крупняцкая ягода вот все это так вот и соберем сейчас ну вот друзья собрали мы урожай пошла я теперь соберу викторию вот такая вот баночка у нас собирается каждые ну 3-4 дня точно вот и беленькая она и красненькая вот такая красота ароматная идем за викторией сорвали меня с викторией викторию так и не собрала позже соберу поехали за комбикормами надо нам купить корове курица индюкам все это отдельно надо в общем купить вон Фима ест огурчик сидит вкусно? да да еще Матвей с нами поехал прогуляться охота ему выехать из дома уже вот так что едем посмотрим что есть что-то с кубикормами в последнее время проблема ничего нету то ли опять заводы стоят тем летом тоже такая проблема была все приезжали нету 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 толком ничего то что надо берем то что приходится дешевое дорогое какое-то есть такое приходится брать даже отрубей нету представляете что-то раз приехали корове хотели отрубей взять чтобы добавлять а нету нету отрубей даже на базах говорит нету продавец ну вот посмотрим покажу вам дворец культуры наш в городе видите у нас там фонтанчики установили ночью это все светится красота тут детская площадка в общем маленько привели в порядок город и еще сейчас я вам покажу у нас строится новая школа у нас вообще сколько у нас три наверное надо школу читается на город ну как бы вот с одной стороны реки как бы город делит река пополам вот школу новую построили еще строится осенью должна запуститься вот такая огромная школа номер 4 вот ну у нас к дому ближе школа номер 1 по ту сторону реки как бы и мы то в нее у нас ребятишки ходят посмотрите как шикарно все работает все крутится тут вот такой стадион уже с искусственным покрытием поле сделали в общем вот такая шикарная современная школа строится у нас в данный момент в городе сейчас вот опять встанем в пробке скорее всего потому что еще у нас проходит сейчас закроют но то это слишком ветрено вот видите вот она наша река идет вот и вот этот вот один мост а вот сейчас я вам покажу издалека видно будет нет так вот она река сейчас мы будем проезжать по мосту это один мост он у нас такой ну как сказать меньшего формата да а вот там вот смотрите вон храм видите река туда ушла вот в районе храма у нас находится второй мост и там идет центральная улица нашего города то есть самая центральная которая уходит потом в трассу да тоже она туда проходит через город да то есть самая центральная улица и получается что она сейчас перекрыта и все вот по этому мостику по которому сейчас проехали объезжает и вот тут мы в пробках стоим а у нас рынок где комбикорма продают вообще хозяйственный строительный такой рынок большой находится как раз на выезде из города там когда уже выезжаешь из города называется он у нас привоз да то есть вот туда мы и двигаемся кстати говоря мост вот этот который сейчас перестраивают он ему уже получается более 100 лет он был в 1899 году достали камень там на нем было написано что он был поставлен в 1899 году поэтому ему вот он такой старый решили его реконструировать иначе может быть какая-нибудь авария да урухнет этот мост когда-нибудь он уже подмываться стал рекой вот ну вот такие вот поэтому у нас видите пробки вот машины стоят мы сейчас будем скоро стоять по крайней мере в ту дорогу вроде бы ничего а обратно будем стоять вот покажу я вам нашу реку это река Исеть Исеть она довольно-таки долинная река вот тут у нас на выезде из города построили недавно еще мечеть вот такая вот красота она уже действующая но как сказать сейчас тоже на карантин закрыто тут вот кафе у нас большое вот он перевоз наш сейчас поедет вот подъехали мы здесь такой двор вот это вот хлебокомбинат наш он даже действующий но такое старющее здание вот а вот там вот у нас комбикорма продают сейчас машина грузится уедет и мы встанем на ее место будем тоже грузиться ну все друзья комбикорма купили 6 мешков не совсем то что хотели но все равно в общем-то купили и куриный и коровий и индюшины все купили что в общем-то подойдет не того производителя какого хотели но все равно есть вот афима сидит поет а мы сейчас я сейчас зайду еще быстренько хлеба куплю да чего там нам надо кетчупа купить майонеза в общем потом покажем что мы купили дома распаковочку вам сделаем да афима ну давай свою песню какую ты поешь песню новая песня у молодежи про сварщика воспевающую эту профессию славную про сварщика теперь ребенок ходит поет ну ладно все пошла в магазинчик вот подъехали мы к нашему Шушкином парку пойду туда приехали мы домой у нас дома аромат бабушка у нас уже печет пирожки вон сколько уже напекла переиграла стала с луком с яйцами еще жарить у нас три начинки сегодня вот ну а мы маленько продукты купили кетчуп купили майонеза купили хлеб купили хрустяшки эфим любит вот эти кукурузные это сухарики ребятишком по шоколадке мух ловить такие вот эти липучки ага взяли взяли еще вот такой вот гардекс от клещей потому что планируем поездки в лес вот что еще ну собакам кошкам вот такие корма взяли эфиму ему нельку взяли он любит иногда попить вот что еще что еще а ну муку взяли вот упаковочку муки маку взяли а так ничего такого особенного хлеб до булочки пряники вот тут даже кекс взяла и пироженки вот такие красивые взяла ну и все а бананчиков маленько еще взяли так вроде фрукты пока есть а ну вот кофе дед у нас постоянно пьет кофе мы взяли вот и все собственно вот такое у нас сегодня покупочка мыла пачку еще взяла вот ну все будем сейчас обедать пирожками это пирожки с мясом ну вот друзья пойду я теперь соберу все таки свою викторию сейчас надо сначала мне редиску открыть она у меня сегодня долго так вот стоит под этими штуками под черной тканью ну чтобы она у меня не стрелковалась я всегда так делаю ничего страшного все не становится очень хорошо в этот раз взошла ой куда не мчите шпалярина уберем пока видите какая прям классная такая риск сидит сейчас мы ее откроем у нее наступит день я ее сегодня вечером уже закрывать не буду потому что подолготе дня нормально выйдет не всегда вспоминаю что надо утром ее открыть иногда муж у меня тоже мимо идет и открывает это все забыли ну вот она красавица сидит прям вся вся в этот раз зашла вот так посреди лета мы выращиваем редиску хотя ничего сложного нет но надо закрывать иначе стрелкуется все пошла ягодку соберу ягодка так Субтитры сделал DimaTorzok Не очень крупная, но и очень-очень много на этом кусту Вот видите сразу, сколько ягодок собирается Еще осталось, еще соберем Возможно даже пару раз Тоже сыровая, мягкая она уже А здесь другая ягодка Смотрите, какой классный сорт Прям кубы такие Тоже вся Прям она как на подбор Вот это все я с одного куста беру Видите, она вся прямо Такая вот красота Тут вот еще одна С одного куста пока берут Видите, сколько ее тут много Это все вот с этого же куста То есть вот сразу грамм, наверное, 400 я сняла с нее сейчас Такой вот классный сорт Не знаю, что за сорт Я говорю, я их не отмечала Ну вот, а рядом еще один такой Смотрите Вот она, кубышка эта лежит Такие ягодки А здесь, посмотрите, какая классная киститка Вот это уже То ли это гигантелла у меня То ли это у меня Елизавета вторая, что ли Тоже не знает Тоже такими кистями созрела все Вообще нынче Радует меня ягодка моя Все, знаете, сорта Все хорошие По тканям не очень удобно Лазить, но Видите, еще полгриды я Тут вот и донду я Как бы, ну, половину получается Уже какой у меня урожай Один очень интересный Хочу вам показать кустик Вот он, понимаете, как Вот таких вот Смотрите Какие Гребешки здоровые Вот таких ягод было Даже первые были еще больше Вот это уже последний гребешок То есть было вот таких гребешков По-моему, штуки 4 или 5 я сняла Вот Да, то есть вот он такой А остальные ягодки-то на нем Идут вот такие уже Вот Интересно, когда Почему-то Не все на нем гребешки А остальные ягодки просто Потом пошли Вот такие вот Интересно очень Получилось Я просто не могу вам не показать Вот это чудо Смотрите Вот это по-моему Точно гигантелка у меня тут сидит Вообще Три огромные ягодины Красота Боже мой, друзья Не верю своим глазам Гляньте Это кошмар Какая большая ягода В этом году Вот что называется Ягодный год Вообще Фима, покажи в своей детской ручке Размер ягодки Покажи В две руки скажи Только входит Ну что, классная фима ягода Да Иди бабе покажи Ну вот, друзья Насобирались Еще гряду я не обобрала Пока еще жду Пусть она дозревает Вот такую вот красоту Сейчас будем перебирать Мыть ее Замораживать будем Коктейль сегодня будем делать В общем, будет все вкусно И землянично Друзья, пока ягоды идут Решили мы еще сбегать За клубникой Ведь туда, на гору К железной дороге Хотим пособирать Еще и лесной клубники Сделать компоты Мы варенье уже 20 банок наварили Из нее А вот компотики не сделали Поэтому пошли мы за ягодкой Ну вот, из леса мы вернулись Не из леса А оттуда С поля С этого, да С железной дороги нашей Вот такой у нас урожай Я собрала 4 4 баночки Матвей собрал 4 баночки Ну а папа у нас отличился 6 собрал Он всегда больше всех собирает А вот это маленькое Это Ефим собирал Вот так вот он С краю дороги Там умудрился Тоже пособирать Вот Вот такой урожай Сейчас будем делать Компотики Вот Вот, закатали мы Компотики Здесь 6 баночек И вот там у меня Еще на столе Стоит еще 3 9 банок Клубничных компотов Накатали Вот Здесь у нас 6 баночек Виктории Нашей На заморозку Приготовили Сейчас понесем В морозилку Фима кушает Хлопья свои Здесь у нас Виктория Для коктейля Будем сейчас делать Коктейль с мороженым Мороженое Сегодня тоже мы Для этого дела Купили Вот такие вот дела Мы сейчас делали Все переделали Сейчас Леша у меня будет Спускать это все В подвал Сразу прям горячим Чтобы это все Не грелось Тут уберем Я делала Двойную заливку Коктейль Всегда делаю любые Все, чтобы Ничего Никакой грязи Не попало Поэтому двойная заливка И никаких проблем Взрывов не будет 400 грамм На банку сахара Но всегда так делаем Вот как Обычно Ну все Давайте сейчас Мы спустим Это все И продолжим Делаем коктейль Кима уже Первую партию Пьет У нас вот такая Чаша на два С лишним литра Приходится делать две Значит всем не хватает Папка еще ждет Бабушка тоже пьет Вот такие дела Сейчас И напьемся Коктейльчика С мороженым С ягодкой Вот столько Мы накатали За два дня Сейчас будем Спускать Огурчики И клубничку Ту банку Об банку То не бей То еще Грохнешь Фима Откуда иди То папа сейчас яму будет открывать Ту банку Обалденный коктейль Но бабушка сказала С жимлостью лучше Вот так вот Вот такие вкусы Ну да Поэтому мы жимлость Тоже хорошо Так Насадили Кустов Достаем Баночки Для засолки Огурчиков Трехлитровые Не надо Трехлитровые Надо Штучки четыре Достань мне Еще соленые огурчики Еще соленые огурчики Хочешь? А что тебе свежие Тоже надоели? Соленых Он просит Там у нас есть Наверное На веренде Фима Так Это у нас Для поросенка Тринадцатый год Смотрите Тринадцатый Четырнадцатый год Пятнадцатый Обалдеть Вот такие Вот у нас Запасы В подвале Решили доставать Все поросенка Кормить Ему добавочка Вкусная будет Ой Ну вот так вот Мы заготавливаем Как Знаете На черный день Ну ладно Друзья Я буду сейчас С вами Прощаться Уже пятнадцать минут Десятого Вечера И в общем Я пошла Корову доить Подаю корову Умоемся все И спать А что ты там залез Что тебе снимать Ну все друзья До завтра Пока пока Вот такой был сегодня Ягодный день Вот и опять Заготовки Заготовки Лето в общем В самом разгаре Все Всем пока пока